Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Рухлорида. С вами сегодня, как обычно, ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня я вам хотела представить дом. Это мой листинг, я его выставила на продажу. Мы зашли под контракт. Буквально первые два дня мы уже были под контрактом. В первый день мы собирали офферы, у нас были многочисленные предложения. И на второй день мы из этих многочисленных предложений выбрали самое лучшее. Пока дом не продастся, пока сделка не завершится, я не смогу сказать, за какую цену мы его продаем. Но эта цена будет намного выше, чем продавец хотел. Намного. Давайте я вам скажу по ценам. По цифрам, извините. Выставили мы этот дом за 479 тысяч. Когда мы завершим сделку, мы можем написать, в конце концов, за какую цифру мы продали, за какую сумму. Дом не очень большой, но достаточно для небольшой семьи. Хотя здесь 4 спальни и 2 санузла. Размер дом 1819 квадратных фит. В переводе на метраж около 170 квадратных метров. Дом был построен в 1992 году. Нет H.O.A. 0 H.O.A. Расположение дома. Это замечательный район. Называется Union Park. Буквально в 20 минутах езды на восток от Downtown Orlando. Юля, ты по карте покажешь, да? И очень важно, что здесь отличная школа. Школа высокого рейтинга. Элементарий школа хорошая. Здесь элементарий middle в одном здании. Девятка по рейтингу. И high school, высшая школа, относится к Winter Park High. Я, честно говоря, удивилась. Но так оно и есть. Здесь до Winter Park, до этой школы всего около 15 минут езды. Друзья, что я вам хотела сказать, что вы не можете изменить в доме, вы не можете изменить локацию, вы не можете изменить участок, но вы можете изменить всё, что внутри дома. И сегодня я вам хотела представить очень талантливого человека. Это человек-дизайнер. Честно говоря, когда я познакомилась, её зовут Мила, мы вам представим, она нас сейчас ждёт внутри. Она просматривает дом как раз для этой съёмки, готовится. И, ребята, я не могла поверить, что такой человек согласился у нас сниматься. Мила снималась много раз в таких достаточно известных... Я знаю эти проекты, я уверена, что вы тоже смотрите эти ТВ-проекты, которые называются «Квартирный вопрос. Дачный ответ». И вот сейчас, тадам, Мила нас ждёт внутри этого дома. Вы поймёте, почему. Дому нужно что-то, какая-то переделочка нужна, даже, наверное, возможная. Но когда этот дом вы поставите, сделаете со вкусом, мне кажется, вы с этого участка даже никогда не захотите уезжать. Давайте пройдём и познакомимся с Милой. Друзья, у нас сегодня проходит инспекция, так что не обращайте внимания, у нас есть народ здесь. Вот это наша очаровательная Мила, очень известная Мила. Расскажи, пожалуйста, при себя. Ну, ты прям так сразу. В общем, привет, ребят, канала замечательных Юлии и Нади. Я с удовольствием, на самом деле, готова посниматься вашим... Спасибо, мы как гордимся этим. Вот, и показать, рассказать, ну, что можно сделать, какие-то, может быть, дать советы, рекомендации. Не знаю, сейчас, да, будем смотреть и думать, о чём можем поговорить. Ну, Мила, ты просмотрела немножко дом, у нас времени не было много, тем более здесь сейчас происходит инспекция. Ну, давай будем тогда импровизировать. Давай. Расскажи, пожалуйста, про себя, про свои проекты. В общем, я дизайнер интерьера, ну, всю жизнь я дизайнер интерьера, то есть, там, лет 20, наверное. Вот, я снималась, как ты уже сказала. Тебе 20 лет, как ты с рождения? Ну, спасибо, спасибо. В общем, я снималась, да, действительно, в «Квартирном вопросе», «Дачном ответе» и очень любила эти программы. И мои зрители любили эти программы, да, то есть, участие. Я их обожаю, это просто… Ну, потому что это такой экшен, это действительно очень здоровское, да, интересно, когда ты приходишь, когда вот приходят зрители, ну, зрители, да, с экрана, я имею в виду, приходят и смотрят, как это было, да, и потом, что из этого получилось. К сожалению, мы сейчас здесь не можем это все показать. Но я приглашала тебя, да, приглашала вас на свой объект, который здесь. Мы его снимем. Вот, там как раз будет очень-очень похоже на это, да, то есть, когда было до, когда я пришла, и там был классический такой американский интерьер, ну, как сказать, не знаю, но такой, в общем, интерьер, который совершенно… Ну, стандартный американский интерьер, да, да, то есть, он не каждому подходит, не каждому нравится, и особенно, ну, нашим людям европейским, да, те, кто приехал в Америку и больше… Со своими стандартами, да, и в основном, ты знаешь, я заметила, что все-таки вот европизированная история, то есть, когда люди приезжают, там, не знаю, русские, русскоговорящие, то есть, там, украинцы, неважно, да, точно на постсоветском пространстве, они все равно с какими-то другими, да, ощущениями стиля, то есть, американский стиль, такой классический американский, я имею в виду, не очень близок, и все хотят, чтобы это было что-то другое, то есть, это был такой современный стиль, чтобы это было что-то в более приближенном тому, ну, тому, как мы должны жить, ну, то есть, когда ты живешь очень быстро, да, то есть, в основном, это люди, которые… Ну, конечно, это стиль в одежде, в домах, в машинах, да, 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 то есть, образ жизни, да, то есть, образ жизни, который ты, собственно, ну, несешь, окружаешь себя полностью. Ну, теперь нам повезло, у нас есть ты в нашем замечательном городе, ну, Мила, ты тоже работаешь и в других городах, ты и в Сарасоту, и в Майами. Да, то есть, у меня клиенты, да, то есть, я как бы базируюсь, получается, здесь, ну, прекрасный город, который очень спокойный и очень уютно здесь, хорошо, но клиенты, да, действительно, это очень многие в Майами и здесь, и это и Тампа, и Сарасота, то есть, в принципе, мы берем всех клиентов, всех, кто хочет, кому интересен именно современный стиль, то есть, такое, сделать интерьер, переделать в современном стиле. В общем, у тебя дизайн современный, ну, твой стиль, это современный стиль, а что, если к тебе обратились и сказали, а я хочу сделать в восточном стиле, например, золотой унитаз, ты откажешь, у тебя, у тебя есть свой стиль, в котором ты и работаешь, ты объясняешь какой-то стиль, если человеку подходит, ну, ты прорабатываешь, хорошо. А клиенты, ты знаешь, ко мне клиенты... А если клиент скажет, а я хочу синюю стену, а ты... А, с цветом не вопрос, то есть, да, да, то есть, здесь же, во-первых, ко мне не приходят такие клиенты, которые хотят восточный стиль, потому что они в любом случае изучают меня, изучают... Твой профиль, профайл... Да, да, профайл изучают, изучают инстаграм, изучают сайт, ну, то есть, какую-то информацию они получают до, либо, если это рекомендация, то они были у кого-то и видели, как это, и они хотят так же, это точно не восточный стиль. Если мы, например, о нём. Поэтому они приходят и уже знают, что они хотят. Может быть, они хотят примерно, то есть, они чаще всего, они понимают образно, да, мы хотим, ну, мило, мы хотим что-то, может быть, вот так, как у вас здесь, или вы как здесь делали, да, но что-то индивидуальное и что-то современное, что очень важно. Супер! Друзья, давайте на примере этого дома. Дом очень хороший, я скажу, вот, на мой взгляд, очень хорошая планировка. Хозяйский угол в одной стороне и гостевые спальни в другой стороне. Спальни, которые гостевые, они такие небольшие. Очень будет важен твой совет, как бы ты, что бы ты сделал из этих небольших спален. Мы сейчас будем и только про спальню, или мы здесь? Нет, давайте начнем, вот, давай начнем с общего помещения. Что ты видишь, и что бы ты поменял? Ну, в общем, для начала, как бы мы понимаем, что это всегда очень индивидуально, то есть, для того, чтобы, ну, сейчас мы очень будем расплывчато, да, обсуждать, потому что у нас нет конкретного заказчика, да, то есть, когда приходит клиент, он говорит там, то есть, мы делаем бриф, мы точно понимаем, что он хочет, чтобы это не было, знаешь, пальцем в небо, и в итоге, ну, это не то, что ему нужно. А бывает такое, что клиент придет и скажет, вы знаете, вот мне, допустим, там не нужен кабинет, вот у меня есть пространство, да, там вот есть дом, а, к примеру, у него поделена там какая-то часть на то, что кабинет, небольшая гостиная и кухня, да, вот если мы об этой зоне. И мы тогда, соответственно, я тогда обдумываю, смотрю, как это можно перепланировать, как можно сделать под конкретные задачи, чтобы это было вот максимально, знаешь, эффект, как я всегда говорю своим клиентам, чтобы, когда мы все закончили, мы выпили шампанское, да, чтобы мы... В общем, все супер, потому что, ну, мои интерьеры публиковались в разных журналах профильных, да, и AD, Dekor, как бы журналы любят интерьеры, которые я делаю, вот. Шикарно, ты еще и в Европе выигрывала призы, титулы. Да, ну, я, да, мы так очень скользь, я очень быстро о себе там совсем, ну, ну, еще, да, видимо, в процессе будем какие-то добавлять. Да, я участвовала в выставках в Милане и в Париже, и в 2010 году, по-моему, я вошла в топ-10 дизайнеров, которые представляли Россию в Париже, как год Россия-Франция был, и вот мы летали туда, то есть для того, чтобы, ну, показывать свою работу. Мы были на выставке Amazon, и, в общем, вот такая была история. То есть там вообще много, я сейчас на полчаса начну рассказывать о своих регалиях, поэтому думаю, как-то это может быть постепенно. Вот, я думаю, что постепенно, может быть, мы будем вот так снимать, это будем вклинивать. Да, конечно, мы будем, ты можешь постепенно, как ты говоришь, что-то о себе рассказывать. То есть я и зрители, мы будем ждать этого момента, ну, сейчас, расскажи нам, что ты видишь в этом доме. Ну, смотри, если мы будем ориентироваться всё-таки, что клиенты, которые приходят ко мне, это клиенты, которые хотят делать, ну, любят современный стиль, хотят, чтобы это было в современном стиле, то, естественно, там первую бы, в первую очередь я бы подумала о том, что, о кухне и о том, что вот эти все перемычки, ну, как перегородки, да, которые идут не до потолка, это уже тоже, ну, такой привет из прошлого. Да, 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 то есть я бы однозначно в первую очередь, ну, естественно, я работала бы полностью с пространством, но мы бы убрали все люстры, мы бы поменяли, естественно, полностью планировку кухни, и кухню бы тоже, естественно, всё поменяли, то есть я бы вынесла отсюда, сказала, так, ребят, мы выносим отсюда всё, выносим мебель отсюда и начинаем планирование. То есть если клиент сказал бы, я хочу, ты знаешь, Мил, меня всё устраивает, нас устраивает, да, что у нас есть, мне нужна вот такая небольшая гостиная и, допустим, столовая. Некоторые клиенты, не поверишь, говорят, нам не нужен бар, барные стулья, нам вообще вот эта история не нужна. Кто-то говорит, нам не нужен стол, мы вообще, мы настолько у нас, ну, такая семья, что мы, нам, если сделать остров, нам этого достаточно, за которым мы будем ужинать, обедать и, не знаю, там, и с гостями тоже там тусить. Бывают и такие клиенты, то есть нужно понимать, что это всегда очень важна цель, то есть какую цель мы преследуем. Кто-то приходит, говорит, мы хотим, чтобы это было максимально универсально, потому что мы будем сдавать. Соответственно, это такой, если мы говорим о сдаче там на R&B, то это какой-то обязательно. Совершенно другой дизайн. Да, и это должен быть очень европейский стиль, потому что в основном это приезжают люди, да, которые там из Европы, чтобы посмотреть, там, побывать в парках и так далее. Вот, поэтому, ну, мы однозначно бы здесь всё это убрали, я бы посмотрела планировку, с чего я всегда начинаю, то есть какие стены мы можем трогать, какие нет, вот, и те стены, которые мы можем сносить, соответственно, уже от этого бы я отталкивалась, обычно так происходит. Вот, если бы мы, я не знаю, обязательно, да, то есть здесь бы стоял бы красивый большой остров, да, такая современная история, то есть это было бы совершенно по-другому сделана кухня, без всех вот этих уголков, то есть это была бы линейная кухня, скорее всего, вот, и тогда уже бы мы смотрели, то есть если нужен стол, тогда это стол бы был, и, ну, может быть, планировка бы, скорее всего, расположение, может быть, и осталось бы такое же, то есть возможно. Ну, гостиная мне очень нравится, мне нравится, что потолок идёт... Здесь прекрасные два окна, на самом деле, это всегда очень-очень, да. Да, мне очень нравится, skylight, да, называется, это дневной свет постоянно попадает в гостиную, и наклонный вот этот вот потолок, да, то есть он идёт с более низкой части и даёт такое пространство хорошее, да. Да, но ты же видишь сама, смотри, у нас есть три люстры, которые совершенно друг к другу вообще, то есть они совершенно не коннектятся, да, то есть мы должны, ну, как бы это вот... Кстати, вот эти коннектятся две. Ну да, ну вообще, как бы обычно, знаешь, есть какая-то одна центральная история, да, вот какая-то одна центральная, остальное, это какие-то встроенный свет, какие-то такие вещи, которые не вот я вот здесь, меня три, знаешь, вот сейчас так выглядит, и, конечно, это всё, ну, здесь это вообще не про дизайн, просто сделали, чтобы было, ну, светило-светило-светило, знаешь, вот так три, и всё, собственно. Давайте пройдём вот на кухню. Кухня, в принципе, она не старая, она не оригинал, ну, вот, я думаю, она где-то 2009, по-моему, года, 2010-го, как раз в те времена был вот этот моден коричневый свет. Вот скажи, пожалуйста, как бы ты здесь поставила эту кухню, если ты говоришь, вот эту стену надо убирать, я так поняла? Ну, здесь так, знаешь, сходу прям сказать, вот как бы было, это очень пространственно всё, да, будет диалог, потому что, скорее всего, вероятнее всего, то есть я бы сделала более ровные линии, потому что это всегда-всегда правильнее и удобнее, насколько это возможно, да. И хотя вот этот шкаф замечательный, да, я очень люблю, вообще обожаю из-за этого американцев, что они придумали вот эти встроенные шкафы, да, это вообще очень классно. Но, да, но мы бы сделали, конечно, это встроенный, да, уже встроенный в кухню кладовую систему для того, чтобы... И умную какую-то, да, где выдвигается там всё, да? Обязательно. Я люблю такие, да, в Америке это не очень принято, но... Нет, на самом деле, да, на самом деле... Сейчас уже, да, но я когда хожу по домам, нет такого умного сторича, да, то есть есть полка, и она завалена всем. Это зависит от уровня дома, то есть я заметила, что, ну, в таких более обычных... Ну, конечно, если дом там за полтора-два миллиона, три миллиона, это другой дизайн, но как бы я говорю о более таких... Чаще всего это зависит, скорее, знаешь... Стандартные дома. Да, здесь стандартные, но это зависит и от уровня, и от самого дизайна. Более современные дизайны, они предполагают, я не знаю, почему они предполагают более классические дизайны, но они предполагают, но очень редко, вот я не знаю, опять, почему здесь так, но вот это опыт, да, ты сама об этом говоришь. И вот здесь мой опыт тоже показывает, в том, что приходишь, просто полки чаще всего вот такие, да, даже невыдвижные, то есть которые уже мы можем делать сейчас, это же удобно для того, чтобы пользоваться кухней. Скажи, пожалуйста, вот твои любимые цветовые гаммы для кухни и сочетание с поверхностью острова. Какой цвет вот ты... Я люблю современные оттенки, люблю натуральные, то есть это должно быть, это могут быть разные, это может быть и светлый, и белый, и даже бежевый, это может быть и серый, и светло-серый, тёмно-серый, там вариантов может быть много, но это без филёнок, вот они, да, филёночки? То есть это плоские, я так и поняла, без филёнок в основном это такие гладкие, да, и неделённые вот так, прям на узкие, да, на тридцаточки, то есть это более широкие такие двери, высокие, то есть немного другие архитектурные формы у самих. А поверхности вот кухонные ты предпочитаешь гранит или, ну, камень или дерево, и бывает, кстати... Дерево нет? Дерево, да, плитка, я не знаю. Это кварц белый? Может быть, может быть и кварц, и гранит, главное, чтобы это была такая, ну, чаще всего это целиковая такая, да, история, чтобы, в которую мы встраиваем, не вот такую всё-таки варочную, ну, как бы варочную с духовкой, то есть такую варочную выстраиваем, как бы просто в поверхность, в духовке отдельно. Духовка с микроволновкой сейчас обычно уже в новых домах. Ну, не сейчас, вообще это уже очень давно. Ну, я не иду сейчас, вот дома, ну, стандартные. Они встроены в колонны, в колонны. Дома, да, так скажем, до миллиона, да, до 600, до 500 сейчас уже во многих домах это встроено в наше время, раньше этого не было. Нет, ты знаешь, ну, вот это американская же история, вот, чтобы вот такую поставить варочную с духовкой вместе, то есть такую плиту, да, но они есть очень классные. Бывают, знаешь, такие большие, двойные, то есть, ну, это нужно смотреть, её тоже можно вписать в современный даже интерьер. Всё зависит от того, насколько большой сам интерьер, сам, ну, пространство, в которое мы это всё вписываем. Потому что здесь, смотри, здесь маленькая, маленькая площадь, и здесь бы было бы... Площадь небольшая, да. Да, здесь бы было бы хорошо максимально всё встроить, гладкие поверхности, максимально... То есть тогда будет сразу ощущение, что здесь больше, больше места, и больше можно было бы, да, использовать. Ну, хорошо, давайте пройдём, наверное, в хозяйскую спальню. Ребята, сейчас в хозяйской спальне находится инспектор, давайте начнём с гостевых. Нам без разницы, от какой начинать, о чём рассказывать. Давайте пойдём. Находятся они совершенно в другом крыле дома. Вот распашонка, проходи в любую. Так, ну, сразу, что я вижу, да, что это очень тёмное пространство, прям очень тёмное, за счёт того, что здесь потолки ниже. И маленькое, мало освещения, и ещё плюс тёмная мебель, да, соответственно, всё сразу же супер съедает, да, всё, как бы ощущение площади. И опять, если мы говорим о задачах, мы о задачах говорим, то, ну, слушайте, ну, я бы, я бы по-честному, если бы я зашла, я бы сразу сказала, так, это убираем, это убираем. Но если мы говорим конкретно об этом, то есть не то, чтобы там я в любой интерьер захожу и говорю, что всё выкидываем. Нет, безусловно, мы сейчас предметно стоим здесь, и об этом речь. Вот, но потому что эта мебель вообще как бы не отсюда. Она вообще случайно, да, попала, мне кажется, сюда, досталась по наследству, я не знаю, как можно ещё пошутить. Но, в принципе, как бы, тем более, когда маленькие пространства, вот такие маленькие помещения, они однозначно должны быть настолько правильно спланированы, чтобы там не было в итоге ощущения вот этой, знаешь, коморочки, знаешь, я не знаю, комнаты для прислуги, вот такого ощущения. Ну, прекрасные шкафы, за что-то вот эти встроенные, да, за что, конечно, большой плюс вообще в американских домах. Единственное, что эти двери, естественно, мы бы поменяли, да, и как... Покрасили бы сверху цвет. Да, да, ну, про стены это как бы отдельная история. Ну, понятно, а мебель вот какую бы ты сюда подобрала, так, чтобы... Смотря какую ты бы мне задачу поставила, вот ты мой клиент, давай будем импровизировать. Ну, я бы сказала, что это будет детская кухня. А, ну, тогда здесь бы была, во-первых, я бы тебя спросила, как ребенок, ему нужна кровать или все-таки раскладной диван? Бывает, как бы, у всех по-разному. Ты бы мне сказала, да, там, нам нужен раскладной диван, потому что нам так удобно. Значит, тогда я бы уже размещала, то есть я бы тебе сделала несколько набросков, планировочных решений, скетчей, и тогда бы мы уже решили, как, что, где и что будет располагаться. Потому что я вижу, что вот эта, допустим, стена позволяет нам расположить там акцент и сделать там, допустим, да, диван, либо кровать, либо здесь. То есть нужно будет смотреть, то есть позволяет и эта стена, и эта. Дальше мы будем... Конечно, занавесочки такие тоже... Безусловно. Нужно убрать. Да, безусловно. То есть, безусловно, нужно было поднять, то есть здесь оставлять ткани, либо здесь сделать жалюзи. Это все нужно будет поднять обязательно в потолок, чтобы сделать визуально ощущением, что здесь выше потолок. Вот, поэтому, скорее всего, мы бы убрали вот эту часть, возможно, да, для того, чтобы удлинить саму. Двери сделали бы выше, дверные проемы, да? Потом, знаешь, вопрос о том... Вот про эту часть мы, Юль, сейчас говорили, что Мила сказала, она бы увеличила вот этот дверной проем. Вероятнее всего, потому что, повторюсь, да, вот, скорее всего, вот в начале, когда вот пришел, пришла бы представить, что твой дом, да, и ты сказала, Мила, вот у меня есть дом, я чувствую, что он классный, как бы, я чувствую, что в нем есть потенциал, но он не совсем соответствует моему образу жизни, да, то, как я чувствую себя, то, как я живу, да, там и так далее. И тогда бы это был бы диалог достаточно такой, ну, какое-то время диалог у нас бы случался. То есть я бы тебе предлагала вот так, вот так, да, и из-за этого потом ты бы поняла, что именно ты хочешь оставить. Кто-то, допустим, соглашается и хочет, чтобы это были более высокие проемы, высокие двери. Кто-то, допустим, говорит, нет, мне нормально, но это очень редко. Чаще всего, кто готов уже делать ремодел, то есть переделывать, то, конечно, они уже тогда входят в ажиотаж, и давайте тогда уже прям... Потом, знаешь, что мне еще интересно, вот у американцев очень много везде розеток. Ты обращала на это внимание? А мне нравится, когда много розеток. Слушай, ну, это просто перебор. Вот смотри, давай обсудим про вот эту розетку. Ну, что здесь может лежать, стоять, вот зачем эта розетка нам здесь, на входе, понимаешь? То есть, я согласна, есть обоснованные, да, розетки, но здесь зачем, непонятно. Это повезло, что там ее нет вообще, по опыту она возможна. Если мы уберем отсюда всю мебель, я тебя уверяю, она будет все по кругу. Все по кругу, окей. Просто такой, знаешь, интересный факт, который я как бы замечала, как... Мы, наверное, сильно долго не будем задерживаться в этой комнате, чтобы не затягивать нашу передачу, потому что комната совершенно одинаковая. Ты знаешь, эта комната тюмная, потому что это как солнце идет. Сейчас солнце находится с этой стороны и во дворе. Ну, да, но здесь, потому что здесь нет камней, как ты видишь, и здесь висят жалюзы, они дают более освещение, да, такое у нас. Вот, и даже вот здесь, посмотри, вот даже здесь более современная мебель, если мы еще раз, да, сравним, там прям более, там классическая, здесь более современная, но все равно это не та мебель, которая должна быть здесь. То есть все в совокупности дает ощущение стиля, ощущение уюта. Двери, да, с филенками, вот, мебель, она, ну, во-первых, здесь, ну, должна быть такая акцентная стена, нужно по-другому свет размещать. Вообще можно сделать... Ты бы и вентиляторы эти убрала, потому что потолок достаточно низкий, и... Здесь, да. Можно... На кровати прыгать нельзя, в общем-то. Да, да, то есть это очень-очень низко. Не знаю, мне кажется, даже это опасно, знаешь, я не знаю, это очень низкий. Ну, хорошо, ну что, пройдем дальше. Ну, давайте тогда, пока мы в этом крыле, да, вот шкафчики такие у нас, у тебя есть что-то сказать по поводу шкафчика, нет? Ну, я хочу, что по поводу шкафчик всегда хорошо. Здесь стройные шкафы, да, они как бы для хранения... Ну, единственное, что дверь бы, естественно, нужно было сделать в общем стиле, но если бы, да, менялось что-то, то дверь тогда бы тоже менялась. Ну, и проходите, можно здесь уже... Не задерживаться сильно, мы покажем вам постирочная комната и гараж. Даже тренажерный зал есть. Ого! На две машины. Да, гараж на две машины. Если дал убрать тренажерный... Еще один, а нет, это кондиционер. И это будет у нас второй санузел. Что бы ты здесь сделала? Ну, здесь однозначно мы смотрим опять на эту мебель, да, привезенную от прабабушки, даже, думаю, не бабушки. Вот, и нужно здесь менять... Убрала бы, наверное, вот эту стену и сделала душевую или ванную. Да, да, однозначно это нужно... Если здесь клиент бы захотел только душ, такой тоже часто бывает, когда не делают ванну, тогда нужно было бы... Во-первых, да, я бы убрала, скорее всего, поставила бы стекло, чтобы это было максимально воздух, потому что сейчас это ощущение паровоза, да, то есть такое купе. Купе. Из ванной выхода, выход на во двор. А там нужно сделать баню тогда, выход в баню. Пройдем в хозяйскую спальню. Что мы здесь видим? Здесь уже размер неплохой, да, такой хороший размер комнаты. А, там, получается, ванная была нехозяйская, все, да. Там была нехозяйская ванная, да, здесь у нас хозяйская спальня. Вот какие ощущения у тебя вот по поводу этой комнаты? Мне нравится. Потолок, стены, окна. Да, то есть ты видишь, что потолок уже здесь высокий, уже ощущение, есть воздух, ощущение комфорта. Нет такого давящего, да, ощущения, как там, даже при том, что здесь темная мебель, но ощущения вот такого давящего состояния как бы уже нет. Вот. Немножко темновато. Темновато, да, потому что мало света, но... В принципе, это нормально. Ну, не знаю, у всех, я говорю, что у всех все по-разному, у всех клиентов, то есть очень по-разному, нет такого, что это хорошо или плохо. Ну, по мне, так, конечно, света должно быть больше. Вот. И, ну, я бы сделала большее освещение. А дальше, да, то есть смотрим... Вот мне нравится, что вообще, я думаю, здесь утром очень много света. Не знаю, хорошо это или нет, но как раз таки... Ну, мне кажется, что солнышко, это всегда, согласись, ну, всегда классное ощущение, когда такое солнце мне нравится. Вот. А дальше, если мы говорим по тому, по наполнению, тогда это будет зависеть от того, что опять нужно, да. Кровать там будет такая, больше размером, меньше размером. Тумбочки, это не тумбочки вообще, да, если мы посмотрим, то это даже не тумбочки, это просто мини-комодики. То есть это вообще не про то, что нам нужно. Вот. Я бы, конечно, сделала здесь эту прекрасную стилу, но сделала бы акцентный какой-нибудь там из панели, то есть такую более дизайнерскую, чтобы вот раз, и вот прям классно. Вот. Сделала бы какие-то навесные тумбочки такие лаконичные, вот, современные. Телевизор. Ну, опять бы, скорее всего, я бы его встроила, чтобы не было боковой части его видно. А я бы, честно говоря, не люблю телевизор в спальнях. А, ну вот, видишь, это вот вопрос того, что вот ты мой клиент. Я считаю, телевизор должен быть в гостиной, ну, не знаю. А кто-то видишь, а кто-то... У меня Дэвид говорит вообще, тоже он не любит телевизор в спальне, что-то он там сказал, то ли ему бабушка, то ли мама говорила, что они энергию как бы забирают. То есть у нас нет телевизора в спальне. Прекрасно. Я, понимаешь, я как дизайнер, я такой нейтральный, не во всех моментах. В некоторых моментах клиенту скажу, нет, вот так не будет. Но в некоторых моментах я очень нейтральная. Если бы ты меня спросила, там, телевизор нужен или нет, я, у меня нет своего мнения насчет телевизора, потому что это всегда очень индивидуально. То есть клиент хочет, да, он скажет, я люблю телевизор. Все, я бы его спросила, нужна ли приставка, нужно... Я еще много чего бы задала, много вопросов, которые бы нужно бы это все разместить. Понимаешь? А если нет, он сказал, нет, телевизор нет, да, окей, значит, тогда здесь бы была обыграна по-другому. Кто-то хочет, чтобы он в спальне, если там нет места достаточно, или именно в спальне хотят, сделать стеллажи под книги. То есть тогда можно, я бы здесь разместила книжный шкаф такой очень красивый, большой, поставила бы здесь кресло, оформила все это супер уютно. То есть такой, чтобы светильник какой-нибудь там из, не знаю, из Мома, да, в общем, из Нью-Йорка прикатил к нам. То есть очень много всего можно сделать. И вообще у этого дома очень классный потенциал. Хороший, я тоже, я считаю, я согласна. То есть вот если сюда зайти... К дизайнеру. К дизайнеру. Если бы я сюда зашла, то сто процентов ты бы просто сказала, ой, кайф, кайф. Ну, просто я уже знаю, да, потому что, ну, потому что я вижу очень... Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь с ванной, та же вся, та же самая песня у нас с ванной. Ну, наверное, можно остановиться вот на этом моменте, потому что это часто здесь, да, санузел отдельный, он отдельный под дверь, и, ну, как бы, вот, да, ну, процентов девяносто, и по моему опыту, это все сносится и не делается отдельный санузел. Вот, ну, опять же, если... Многие предпочитают, все-таки, приватность. Нет, девяносто процентов, наоборот, никто не хочет делать его вот так под дверью, закрытый, потому что, ну, зачем? Ну, как бы нет смысла. Но, если бы клиент сказал, я вот очень хочу, все, мы делаем, ну, окей, мы бы оставили, тогда бы просто оформили. И знаешь, что еще по опыту я заметила, вот здесь мы видим, что здесь всегда крашеные стены, чаще всего, да, в Америке, но я вижу, что мои клиенты чаще всего... Нет, хотят плитку. Плитку? Да, и мы делаем крупные форматы, такие большие слэбы, но плитку, то есть, вот, эту историю американскую, ну, не все поддерживают. То есть вы делаете, да, ну, в Америке я даже не помню, когда, если я вообще видела, чтобы в плитке была вся комната, это как бы наш больше... Да, такой европейский больше, да, европейский стандарт, а с чем сюда люди делают, да? Ты знаешь, даже я была в таких дорогих домах здесь, американских, американцы имя-то строили, и там приглашали меня в гости, и я тоже обратила внимание, и стало интересно. То есть, это такой дом, там, больше двух миллионов, и я прям зашла в ванну, чтобы посмотреть, и что думаю, и в итоге только душ, а здесь все покрашено. То есть даже при стоимости дома, все равно они сделали вот так. Но наши, ну, русскоговорящие, да, ребята, вот все, кто приходят, это 95%, если они что-то переделают, то они хотят, чтобы какая-то часть или вообще все было все-таки в плитке. Да, шикарно. Хорошо, ты бы оставила здесь ванную? Мне кажется, одна ванная в доме должна быть, правильно? Одна ванная должна. Это мы считаем, как бы я со стороны риэлтора всегда говорю, потому что, если не будет ванной, например, молодая семья, да, вот у этой семьи, они сейчас ожидают ребеночка, вот, ребеночку поплескаться, где? Но эта ванна очень маленькая, ты же видишь? Я понимаю, да, но как-то можно было бы выиграть. Я бы, может быть, снесла эту стену и сделала бы одним, то есть ванная и душ. Ну, если говорить конкретно, вот есть задача, да, то есть, если ты меня спросишь, должна ли быть ванна здесь, я бы опять сказала бы, ребят, как вам нужно, нужна ванная или не нужна? Потому что есть, категорически нет ванной, нет, понимаешь? И говорить, что нет, давайте сделаем ванну, если хоть вы не хотите, ну, так тоже, ну, некоррестно. Я считаю, знаешь, со стороны, как бы, вот, как риэлтор для перепродажи дома. Я понимаю, да, твою позицию. Будут смотреть, ага, у меня маленький ребенок, он любит ванну, мне надо его мыть. Многие, ну, многие делают под себя и как бы все равно понимаешь, что там будет дальше. Но если мы говорим о том, что мы делаем здесь ванну, да, вот в этой конкретно пространстве, в этом, то я бы однозначно здесь все это убрала, сделала бы нормальную ванную, нормальную размером. Возможно, душевую бы перенесла, то есть нужно подумала бы, да, перенесла, развернула бы санузел, унитаз. А, здесь у нас гардеробная. О, неожиданно такие. А я еще, ты знаешь, стояла там и думала, а где гардеробная-то? Ага, здесь у нас гардеробная. А, ну, почти как у Кэри Брэдшоу, да, то есть через ванну заходишь, вернее, у нее через гардеробную ванну, здесь наоборот. Ну, здесь нужно думать, то есть однозначно эта ванная очень маленькая, считаю, в ней, ну, может поместиться только ребенок, взрослый человек, ему будет здесь неудобно. Поэтому нужно будет перепланировать и разместить таким образом, чтобы и ванна поместилась, и душ, и санузел, для него не нужна вот эта комната, я считаю. Знаешь, целое такое отдельное помещение, которое можно использовать более продуктивно. Ой, согласись. Потому что я не видела, что насколько, да, большое. То есть зачем вот такое, да, гигантское помещение, когда ванну такую сделали маленькую? Хорошо. Друзья, давайте в четвертую комнату, к сожалению, мы, не знаю, если мы вообще сможем попасть, там у нас собачка, собачка может кусаться. Вот, очень хорошая комната, это тоже гостевая спальня, там есть камин, вид на бассейн, но я не знаю, если мы сможем туда пройти. Ну, если сможем. Да, здесь у нас четвертая спальня, гостевая, повыше потолок, камин. Хорошего размера. И давайте лучше во двор. Давай. Пойдем. Отлично. Потому что изюминка в доме, это, конечно, то, что мы сейчас увидим. Участок, да, как я сказала в самом начале, то, что можно поменять, это можно поменять интерьер дома. Что нельзя поменять, это размер участка. Кстати, я не назвала размер участка 0,45 акра. Слушай, ну, мне кажется, вот это основа, понимаешь, потому что в доме вот реально можно прийти и прям сделать его прям с иголочки, он будет прям суперклассный, современный, уютный. А здесь прям, ты знаешь, здесь может быть что-то можно доделать, но уже такая классная здесь история, очень классная, да. Что у нас здесь получается, здесь спа находится отдельно от бассейна. Здесь можно в гольф играть. Да, здесь даже есть мини-гольф площадка. Владелец очень любит играть в гольф, так же, как и мой муж. Слушай, ну, прям, мне кажется, здесь прям очень классно, очень, да. Наверное, купили вот в первую очередь за вот эту часть, потому что это прям очень хорошо. Школы и размер участка, я хочу сказать. И он оформлен, знаешь, очень достойно. Есть нюансы, но... Не узкий, бывают узкие, длинные, вот он прям вот хороший, квадратный, большой. За этим лесом достаточно большое озеро, можно и рыбку плавить, даже на каяках поплавать. Ну, вот как-то так. А что бы ты сделала? Ты бы поставила где-то кухню? Да, смотри, в принципе... Где бы её можно здесь поставить? Потому что, в принципе, наверное, всё же не к стене, наверное, только... Потому что здесь видишь... Ну, её однозначно с этой стороны было бы логично, да. То есть нужно посмотреть, что вот в той зоне, которая в глубине. То есть можно было бы оформить вот эту часть под открытую кухню, сделать навес для того, чтобы... Или, может быть, даже и там. Нет, там навряд ли, знаешь, почему? Потому что у нас вот эта часть, она как бы, ну, гостевая, она общая, общая зона, поэтому есть смысл отсюда, да, выходить, заходить. А там всё-таки приватная, и, вероятно, всего там может быть спальня или там кабинет. Правильно, правильно мыслишь, согласна. И можно было бы тогда и диванчики поставить, да? Да. Ну, точно нужно было, можно было и диваны, можно было здесь сделать, ну, побольше навес для того, чтобы под жарой так, флоридской, вот, не тусить. И стол тоже. Ну, вообще, вот эта зона, я бы здесь ничего не меняла. Очень красивая форма бассейна, хороший камень. Вот то, что я говорила про натуральность, то есть интерьер, если переделать в более современный, то вот эта часть, она соответствует... Будет сочетаться. Да. Кстати, не помню, говорила я или нет, крыша совершенно новая, ей всего два месяца. Это видно. Это тоже, это большие растраты. Здесь джакуди даже есть. Пожалуйста. Лучше эти деньги потратить на... Джакуди. На интерьер. Да. Ну, вот так, милая, спасибо огромное. Надеюсь, я была чем-то хотя бы полезна. Да, я еще раз просто благодарю Бога, что... Спасибо, что пригласили. Что мы тебя нашли, и ты согласилась опять-таки с нами поучаствовать, да, присоединиться к нам. Мне было тоже приятно. Очень приятно. И Мила обещала показать нам несколько своих проектов. Кстати, когда у тебя будет проект готов? Где ты сможешь показать, что было и как стало? Ты говорила? Где-то... Январь, февраль? Нет, где-то конец декабря, возможно, либо январь, да. Ну, я думаю, что где-то, да, наверное, январь я смогу вас пригласить. Спасибо, да, с удовольствием. Мы там как раз сможем увидеть, знаешь, как в дачном ответе, в картинном опросе. Было до, я сняла, и стало после. И вот как бы мы сможем оценить, что это. Ну, кстати, нам очень не хватает тебя очень часто в наших видео, потому что мы, бывает, заходим до хороших домов, и ты ничего не можешь поделать, он пустой дом, да. И нет достаточно воображения, и люди не могут понять, как мебель расположить. Но сам дом, он хороший. Упускать такие дома тоже жалко, только потому, что он пустой и без мебели, да. Или, может быть, там что-то переделать. Мы будем тебя приглашать, если ты будешь давать нам свои дизайнерские советы. С удовольствием приглашайся, да. Я всегда могу проконсультировать, то есть это не обязательно прям весь комплекс, да. То есть я могу проконсультировать и сказать, то есть как можно здесь делать, и уже потом клиентам... А ещё такая просьба, Мила, ты сможешь сделать набросок гостиной и кухни для нас? И Юля вставит это в конце видео. Хотя бы, как бы ты это видела? Можно, да, можно попробовать, да. Ну, это будет очень схематично, да, чтобы очень быстро, но, да, можем. Отлично, будем ждать. Хорошо. И, кстати, друзья, Мила сама на дизайнер, интерьер дизайнер, но у Милы есть команда. Не просто она пришла, а вам рассказала, что где поставить, у неё есть люди, которые это могут исполнить. Да, то есть мы так целая... Под ключ. Да, да, под ключ. Да, дизайн под ключ, и это очень круто. Это и дизайн, то есть с самого начала берём клиентов, знаешь, я говорю сюда, мы так окутываем их заботой, и прямо до самого финала, когда буквально лорочки-вилочки, и клиент заезжает. Это здорово. Да, но клиенты счастливы, поэтому, да. Ребята, спасибо вам огромное, что вы нас смотрите, что вы досмотрели это видео до конца. Поблагодарим Милу. Спасибо. Спасибо большое тебе. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока.